С 1 декабря в России начинается третий этап маркировки молочной продукции. В рамках национальной системы «Честный знак». Теперь она станет обязательной для молочных продуктов сроком годности менее 40 дней. Специальный цифровой код гарантирует подлинность и качество товара. Меры действительно нужны, ведь по результатам своих рейдов прокуратура регулярно выявляет просрочку. Молочная продукция – один из самых частых примеров выявления просрочки на полках магазинов. Вот и на этот раз сотрудник прокуратуры Ирина Вершинская, можно сказать, сходу обнаружила йогурт и кефир, которые надо было выпить еще вчера. Пару минут спустя к ним добавился и такой же свежести мясной паштет. Теперь директора этого буражевского супермаркета привлекут к ответственности. По статье 14.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает ответственность, штраф для должностных лиц до 20 тысяч рублей, для юридических лиц до 30 тысяч рублей. На одном из складов на бульваре Цаново в это же время работали коллеги калининцев из московской прокуратуры. Здесь тоже не обошлось без нарушений, но уже другого характера. Выяснилось, что оптовая торговля пивом велась без соответствующих бумаг. У организации отсутствуют документы в настоящее время, которые подтверждают легальность реализуемой продукции. Данное нарушение предусматривает наказание для юридических лиц в размере штрафа от 200 до 300 тысяч рублей, с конфискацией алкогольной продукции. В итоге полиция реквизировала более 700 литров хмельного напитка. Прокуратура же своей стороны призывает граждан быть активными и в случае подозрения на нарушение правил торговли или при выявлении просроченной продукции обращаться либо в Роспотребнадзор, либо в органы прокуратуры. Продолжение следует...